Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1370. Тема «Разбор выступления Архимандрита Амбросия Юрасова». Вопрос 208. «Как научиться бросить курить?» Отвечает Амбросий Юрасов. Когда человек курит, его душа уже попадает в плен к демоническим силам. Знаете, когда был всемирный потоп, незадолго до него люди при себе носили кувшинчики с водой, друг друга угощали этой водой. Они даже сами не знали о том, что погибнут от воды. А сегодня все носят в кармане спички и зажигалки огонь. Первый мир был уничтожен за беззаконие водой, а этот готовится к сожжению огнем. Потому-то и курят многие, и мы будем сожжены, превращены в пепел». Комментирует Игнатий Тихонович Лавкин. «Батюшка, я вас очень прошу, подайте заявку в соответствующие органы, и все, что вы здесь написали, вполне тянет на докторскую по археологии. Откуда вы взяли про эти кувшинчики? Все, что известно о допотопном времени, вместилось в книгу «Бытия» до 11 главы. Все. Ни строчки, ни в раскопках, ни в цивилизациях других наций, нигде ни звука. Какой дух вам нашептал эти данные? И как вы не боитесь выпускать из себя такие слова, и при том в 10 тысячах экземплярах распространять в красиво оформленных книжках? Если бы сейчас пристегнуть вас за заведомо ложные измышления, то вы никогда бы не вышли из долговой ямы, хотя бы и отдали все до последнего кадранта. До последнего кувшинчика из своего гаража. А теперь послушайте, я вам разъясню, откуда вы это берете. Марка 14.22. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Вы, Архимандрит, открыто занимаетесь не только плагиатом, но и беспросветным фантазерством и мифотворчеством, обещая восстановление России и прочие благоглупости. Какой позор ждет вас в недалеком будущем? Иезекииль 13.14.18 И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и поверну ее на землю, и откроется основание ее, и падет. И вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью. И скажу вам, нет стены и нет обмазывавших ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лице Твое к дщерям народа Твоего, пророчествующим от собственного своего сердца. И изреки на них пророчество и скажи, «Так говорит Господь Бог, горя сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа Моего, вы спасете ваши души?» Книга Библия для вас совсем не нужная и чужая. «И вы к ней не обращаетесь, как советует нам апостол Петр». 2 Петра 1.19 «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И вы делаете весьма нехорошо, что не обращаетесь к нему. Вы совершенно слепой, и такие же ваши прихожане, потому что не читаете Библию и не сверяете свои слова с нею. Матфея 15.14 «Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Вы от кого-то это услышали? Вряд ли из Библии, что Бог сожжет огнем эту землю. Вам нужно что-то сказать против табака, и вы молодец, и не курите, и увязываете это с зажигалкой, с огнем, и переносите эти события на потоп, потому что эту связь указал Господь». Матфея 24.37 «Но как было водниное, так будет и в пришествии Сына Человеческого». «Сегодняшнее приветствие «Дай закурить», то есть «Дай огонька» здорово было бы подкрепить таким же угощением тогдашних людей, живших до потопа. 1656 лет от Адама. «И вот появляются ваши кувшинчики. Выбросьте их за борт и не сочиняйте подобные гипотезы». Лука 17.26 «И как было водниное, так будет и в одни Сына Человеческого». 2 Фессалоникийцам 1.8 «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». 2 Петра 3.10-12 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают». 3 Отец Амбросий, сбросьте с себя личину всезнающего. Когда Иоанну Златоусту задавали подобные вопросы, он смело отвечал, «Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Заучите это место наизусть и этот плакатик приклейте в своей келье и читайте каждый день. Вы, как Герберт Уэллс и Беляев, накручиваете то, чего не видели даже во сне». Иоанна 5.39 «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». «Был такой страшно любопытный пророк, который буквально засыпал вопросами ангела, а ангел неоднократно осаживал его». 3 Ездра 4.2 «И сказал, «Сердце твое слишком далеко зашло в этом веке, что ты помышляешь постигнуть путь Всевышнего». 3 Ездра 4.34 «Не спеши подниматься», отвечал он выше Всевышнего, «ибо напрасно спешишь быть выше его, слишком далеко заходишь». 3 Ездра 5.33 «Говори, — сказал я, господин мой». И он сказал мне, «Ты слишком далеко зашел пытливостью ума твоего об Израиле. Неужели ты больше любишь его, нежели тот, который сотворил его? Утиши прыть своего обмерщенного ума». Когда ребенка отсаживают от груди, то мать иногда смазывает сосы чем-то горьким. Это же делает с нами Господь, если мы не согласимся не любопытничать. 2 Законие 29.29 «Сокрытая принадлежит Господу Богу нашему, а открытая нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Псалом 131.3 «Господи, не надмивалось сердце мое и не возносились очи мои. Я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя отнятой от груди, да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Не надмивайтесь в своих ответах. Вы обольщены и находитесь в страшной прелести, о которой так много говорите, чтобы отвести от себя подозрения. Ибо именно вы и находитесь в ней, как никто быть может в России. Не приучив людей к Библии, то есть сидеть у ног Христа, как сидела Мария, вы свои ответы ни с чем не сверяете, фантазируете, посадили людей в лужу у своих ног. Поднимите планку требований к себе и своим словам, и не прознословьте. Бог вас строго предупреждает сегодня». Матфея 12.36 «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Пророков нет. Мельчая, не в силах их создать ничтожная среда, есть только хищников недремлющая стая, да пошлость жалкая, да мелкая вражда. А кто и держит стяг высоких убеждений, тот так устал от дум, гонения и мук, что не узнаешь ты, кто говорит в нем, гений или озлобленный, мучительный недуг. 1885 год. Наци. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...